Побережье Финского залива в районе Сурварского кладбища. Старые автомобильные покрышки здесь повсюду. Создается впечатление, что их свозили сюда намеренно. Все это захламляет прибрежную зону и, разлагаясь, загрязняет воду. Именно поэтому активисты межрегиональной общественной организации «Чистые игры» объявили на них очередную охоту и пригласили поучаствовать в акции выборгских волонтеров. Когда-то это был стадион, на котором занимались школьники, школа номер три, которая находится через дорогу, но потом это передали, школу закрыли, передали ведение ГИБДД. И стадион стал заброшенным. Здесь в первое время был такой, так скажем, нелегальный автодром, где люди тренировались кататься. Но периодически уже здесь появлялись полиция, да, и смотрела, что это, в принципе, незаконно, когда люди без права здесь катаются. И поэтому часть покрышек уже слетела в воду со стадиона и как бы особо никто этим не пользуется, да, здесь практически уже никто не ездит, не катается. Вот, а покрышки остались. Для того, чтобы разогреть мышцы и не надорваться при переносе тяжелых покрышек, организаторы пригласили фитнес-тренеров из центра «Виктория» провести воркаут-тренировку. Краткий инструктаж о правилах переноса тяжестей и волонтеры берутся за работу. Буквально через полчаса микроавтобус забит старыми покрышками полностью. Я сам из Выборга, но живу уже 6 лет в Питере, но меня все равно заботит экология города. Я часто приезжаю на те мероприятия, которые организуются здесь, и я доволен тем, что все-таки остается без внимания. Приезжает телеканал, приезжают волонтеры, которые помогают. И, в принципе, это хороший знак о том, что молодежь, которая сейчас проживает в городе, она заботится о экологии и принимает участие по облагораживанию и очистке окружающей среды, потому что те следы техногенные, которые оставляют люди, надо принять ответственность и убрать все это. К сожалению, тех, кто создает такие техногенные ситуации в нашем обществе, еще хватает. Но растут ряды и неравнодушных людей. Только в Выборге за последние полгода волонтеры уже три раза охотились на покрышки. А чтобы было интереснее, придумывали квесты. В 2017 году в рыцарском стиле мы убирали, где мост дружбы. И вот в августе мы в таком ковбойско-индейском стиле проводили квест и убирали батарейную гору за авангардом. И вот в этот раз, поздней осенью, мы решили собрать часть покрышек здесь на стадионе в поселке Гвардейском и отвезти их на переработку. Вот эти покрышки мы отвезем в Мурино. Там есть завод, который примет нас покрышки и делают они резиновую крошку. Крошку эту можно добавлять в асфальт, чтобы он был более прочный. Можно делать детские площадки, ну и в какие-то там строительные тоже смеси и так далее, чтобы тоже было плотнее. К сожалению, в этот день смогли сделать только один рейс. Но волонтеры обещали обязательно вернуться весной и провести более масштабную акцию. Ведь только осенью 2017 года в Петербурге и его окрестностях было собрано 2500 покрышек. Летом 2018 участники акции в Ленинградской области собрали 4000 шин. А это, по крайней мере, пара отличных детских площадок.